и всем привет ну дорогие друзья подписчики и зрители моего канала александр и прошу играть в коннексайлс и сегодня мы пойдем искать следующие обелиски для начала покажу что случилось в целом на базе ну во первых я установил картограф как я уже говорил я установил по центру немножко изменил главное здание здесь вот кстати вот к этому когда подходишь к никаким подходишь ничего не срабатывают а уца подходишь послушайте чаще слышите все то есть к любому портал подходишь и ничего не работает то есть вот здесь это здесь у меня вот 4 не привязаны и здесь у меня перед мостом и вулкана кстати у меня это диссонанс вызывает вообще от типа почему вот этот находится здесь а те находятся там ну хотя с другой стороны понятно типа вот и и как бы логично в общем это что касаемо вот это вот домик немножко изменил здесь сделал вот так подъем наверх и суда установил колесо боли вот ну и что а ну и все единственное что я сделал село немножко зарядил верстаки сделал седлом и по ходу дела седла здесь поломанные поломанные в каком добрый вечер так слази поломанные в каком плане на седлом заходим в инвентарь и смотрим допустим седло да то есть вот успехи защита снижает урода то есть вот доспехи надеваем ничего одеваем ничего а допустим легкое седло создал надеваем ничего то есть доспехе вообще не меняется единственный шток меняется вид так слазе меняется вид и меняется расход выносливости при беге что самое главное здесь у меня не следуешь за мной здесь я надел разведчика ну потому что так выглядит прикольно вот хотя на этой лошади это коня не неважно смотрится не очень но как бы да вот проверил как работать и хавки закинул вот эти вот он хируют по 3 закинул эти хиляют по 10 то есть по ходу делать это вот реально работает хп отнялось когда она прокачивалась кстати прокачиваются вообще прикольно просто то есть вот допустим 48 535 сейчас пробежимся немного давай вот 52 035 то есть если стоять на месте это не тикало у меня а вот если просто даже бежать вода тикает и вполне плохо я чутка удивлялся когда типа я сел на корею получил ваш типа это спутник получил уровень вот нифига себе прикольно здесь вот иногда забегая вот так то и и хулиганю назовем это все-таки так такой бежит коль сбивает с ног и наносит не кило не кисло урон это прикольно резкий разворот срабатывает только то когда то есть бежит бежишь отпускаешь вперед и в бок сбивает он с ног только когда только когда на скорости ну как бы все в этом плане неплохо как пока бежал обратно выбил вот такой лук с того же сундучка откуда я всегда лутаю у урону лука 31 у предыдущих 23 то есть как бы лук вполне 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 вот я вообще думал там ничего кроме для силачи не дроп и цене нифига дропается так больше следую за вами что у нас здесь так здесь я установил делать рамы рамы у меня закончились установил ловушки проверить работают они как мед не работает нет только они работают с насекомыми то есть нужно будет насекомых добыть ну это вот кирка топор и пошел по траве то есть добыть это легко нужно делать кучу масло я это понял потому что дубленая кожа для седла нужно было дубленая кожа в общем требует очень много масла масло добывается не очень-то и быстро так я хотел протестить телепорт но я просто хотел протестить телепорт давай следовать домой и давай посмотрим как у нас телепортируемся у нас вот если смотреть вот здесь вот тогда то есть вот мост оков то есть и вот то вот в общем вот здесь это сейчас готовы вот на отметках здесь у нас где-то идет телепорт тоже обелиск стоит в этом районе и получается я вот где-то с архивов спущусь вниз и как бы хорошо могу то есть как и от дома я могу пойти но с архива пойти быстрее заодно протестим телепорт как работает то есть это у меня здесь ты ты получается телепортируешься вот я нажал телепорт и я улетел ты есть по идее я сейчас должен совсем шмотками да все что у меня здесь о и конь телепортировался вот это огонь вот это супер то есть и мой соратник соратник господи мой в общем тот с кем я то есть воин лучник конь к примеру он тоже телепортируется это здорово взять нужно было значит в этих местах делать точки телепорта обратно соответственно конечно я могу телепортироваться только по этим ой-ой-ой-ой домой телепортироваться я понятно делать я не смогу что логично я тут у нас скверно то сколько ой добрый вечер я куда-то походу дело это авиарий я куда-то походу делал куда-то в серьезное место пожелая погоди погоди давай без этого ты чё ты чё слез ты чё слез так ну-ка вперед а кстати да есть и включаем автобег захожу в мешку он тормозит выхожу из менюшки он не тормозит так ой а вообще-то урон это и нифига нету ну да у меня же основной урона мои дубинки клевый ну ладно слезаем я коника не трожь скотина отлично ну вот козлы коника моего трогают так в трупах ничего нету отлично вот коник опнулся и как видите у него уже здоровье сразу же прибавился и теряется то есть вот видите скачок хлоп-хлоп этот скачок резкий это за счет того что у него в инвентаре лежит вот это вот слава асуры то есть сначала цветочки лежат и все как бы хорошо то есть они теряют это очень удобно так ты у нас кто-то а у тебя много хп а а а ой гимни-минеме коника не трожь не кричи ты нет они ты дома по отлично осколок сила рим набор хороший неплохо так и коник тоже обоится кстати коник ты же у меня лево получил дрессировка в наследство от родителей ваш спутник получил прекрасное здоровье пристри к живучести дополнительно помимо того что он качается постоянно то есть ему еще дополнительно кстати да всякие обилки так далее этот тоже не дает а а чтобы похиляться мне нужно спешиться вот нифига себе подставу придумали прикольным ладненько мы вообще-то эти за отметками за обедисками ходим блин на меж теперь интересно что там о это плита о погоди есть сундук добрый вечер во первых плиту можно заюзать да тут всякая шляпа и тут ничего ну в общем как-то так так это чувак все продолжает базарить а это нашел в написи а кстати раньше он стоял вроде бы а вот теперь он стоит если вкратце то этот чувак призвал бурю во первых во вторых точнее виновник призыва бури а в этот мир в эти земли и по сути этот браслет который у нас на руках это браслет раба то есть раньше они использовали чтобы держать так сказать чтобы рабы понимали их речь людские рабы и как бы говорит а как вы сейчас это использовать я очень без понятия добрый вечер дракоша вот мне не нравится лучнику он тот у ах ты собака прям дерево попал так коняшку не трожь так надо натягивать явно это было рядом это было рядом задолбал так дракоша это хорошо ах так и что я получил какой с драконом кровь демона понятное дело а и рок дракона интересно это очень интересно здесь здесь тоже ничего ну и коняшка получил у меня лаву слушай прикольно да на коне не так удобно конечно грацевать по миру как минимум за о это маленький был дракон а вот у здоровый дракон слушай есть я их не помню а но так я в этих областях то его в основном и не тусил так а мне надо вообще туда нет погнали короче до обелисков мы его в баню пока этих всех драконов и так далее вот погнали пока что так так судя по карте ну и где-то ой где-то находится здесь ну точнее вот где-то находится там где конкретно кто бы знал а точнее как туда забраться кто бы знал блин чуть-чуть деревья походу дело вот в тех развалинах ну кстати я здесь недалеко тусил как-то а чё я туда не сгонял походу делал вот прям там внутри в развалинах точно я здесь как раз таки поднимался в этом месте интересно кстати как будет плавать коньяка нормально плавают так здесь точно надо слазить костры это значит люди почти попал а ну натяг надо делать и боец третьего левла лекарь ну это наверно алхимик все таки типа возьмем возьмем пригодится пригодится да допустим все пригодится ну железяка надо осматривать трупы по ходу дела ну что у нас здесь какой-то город а это жопа его но все равно завалил а там а там делали колдовство вот чей жертвоприношения тоже пойдет узнаем все а типа эмоции прикольно ой да ладно не вставай я сам подойду я сам подойду поди развернулся сильно развернулся тоже не вставай сам подойду о жертвоприношение так переместить сюда да какие плохие там кто-то уже сдох о сундучок тоже можешь не вставать ай да не подходи о да ладно кассобланка ах ты блин э какая сволочь трогает конника моего моего конника только я могу трогать и хиляйте сразу же ладно погнали короче поприкалывались о громила ледоед нужно ли мне этот боец пожалуй нет тут реально зачем так ага точно здесь же какой-то вход в какое-то подземелье точнее клоака да 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 здесь а типа жертвоприношение нужно сделать и тогда проход откроется ага интересно но это не отменяет того вопроса а как мне забраться точнее почему показывал мне обелиск здесь даже интересно 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 вот где он показывал мне обелиск наверху наверху ну тихо 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 вовремя зацепился во-первых видите нам зеленая это край карты во-первых барьер то есть еще чуть-чуть я бы могу туда там к и все а во-вторых а во-вторых я чуть и здесь не упал да забираться на конечно не очень-то удобно эх жаль я не коник они умеют телепортироваться точно 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 помню на сервере здесь были этим у кого-то была какая-то безумная постройка типа лестница здесь а чё только чё только не было ох уж эти воспоминания да вот там я чё-то пытался как-то раз пройти а это я первый раз проверил вот это увидел зеленую и первый раз проверил а что будет если я туда зайду проверил зашел ну вы сами тогда знаете что случается когда туда заходишь так делаем вот это чудо мне это потому что нужно и заменяем тебя вот так уже лучше так я хочу проверить кое-что о точно работает все нормально иначе я правильно помню типа можно и нет ты вообще обнаглял я смотрю можно и это типа вот как раз они стоят на входе и сюда их загоряешь и погнал отлично но там есть лиф не ошибаюсь этот змея есть лиф я не ошибаюсь о это я не юзал да наверное одно и то же фиг знает такс чё это так медленно из-за перевес ооо коник с перевесом бегать не может это проблема коник конечно это прикольно но ящина с перевесом бегу это для меня проблема а так что были заработали я только за и возможно вы в какой-то серии уже и написали про это дело но я это еще не видел а лучники так еще и не работают вот и вот так работает то есть вот теперь загорается телепорт это привязка то есть кстати в чем прикол мы видим здесь на в зале картография стол мост еще целый сейчас по факту же моста нету кстати акведук например какой-нибудь что-нибудь а вот гора асгарда к примеру я вижу но нет виду к ничего нет ну да реально всяких видуков и так далее то есть вот этого всего вообще здесь нету вот на это то есть получается это карта была тип карта обелиски и так далее были созданы еще до того как вот здесь вот а вот здесь то заселились и люди то есть вот-вот-вот а всего еще не было ни вот этого нет этого то есть это еще было до и кстати да звуки то все-таки слышны когда в тишине подходишь и там какие-то гулы идут вот здесь что более отчетливо было слышно какой-то звук то есть к подклываешь а вот что-то удаляется ну ладно окей я разгрузился можно идти дальше патрон ну один то где-то вот здесь что это недалеко то есть вот вот я уже кстати мимо него пробегал как-то и в прошлом сказать скажем так выживание даже его привязывал остается еще два в джунглях ну допустые сейчас так летом а до джунгли уже пойдем веселиться как говорится так ну вот на это место где обелиск находится ну как я уже сказал здесь я находился но есть уже проходил так так и зим и опять это собака бесячая кстати есть их заметили я сейчас пока туда-сюда руками крутил этот обелиск о господи браслет и что ты купишь отлично браслет светился то есть когда ты привязываешь его к руке светится браслет прикольно так а я хочу вот найти место призы выпустить на место призыва так как в угле вместо призыва находится так и счетом на улице у меня детишки 3 6 4 то веселье нашли пистоны пугача короче и бабахлых камням хе-хе-хе-хе как говорится как только не веселились вот где отмечал с удочком там и должен находиться место призыва ну просто пока здесь нахожусь рядом почему бы и не посетить там поселение дарфарь если я не ошибаюсь находится вот и оно должно отмечаться уже красненьким на карте темень конечно полная какой-то там оттуда гул идет непонятный тем не полная но мы прекрасно видим кстати минус этой мини карты в том что видите отсюда я уже убрал а на мини карте еще сундучок остался на месте в общем сейчас надо завязать я здесь об отлично пошел место прерыва я здесь помнится кого-то кого же я что пытался это мить вот прям уже и не помню кого но помнится кого-то я здесь за кем-то я здесь бегал прям так усиленно бегал я помню сюда вроде бы алхимик у меня с алхимики мы вроде бы всегда была какая-то проблема а потом я понял что 3 и именной это практически то же самое ну то есть алхимика есть и в кем не ошибаюсь алхимики там просто разница в том что новые рецепты не появляются а появляются этот ну то есть ускорение в рецептах а я вам по счетам бью я думаю как уфига пробить ты не могу я по счету мупом бы точно там где-то что-то наверху была какая-то заметка да я здесь за алхимиком тусил это точно знаю ну так из воспоминаний но здесь есть жрец йога тоже нужно будет обязательно сна посещать когда это когда все алтари буду ставить так ну ладно это мы посетили найти черный галеон боляха муха но тут же по пути а кстати по пути а мне куда-то вот в этот район и нужно будет идти также через черный галеон сейчас и пойду кстати почему я взял конака потому что хоть и считаю что это не очень-то и удобно на нем бегать как черт его знает я просто на него сел и попал через море через речку точнее просто реально ты настолько привыкаешь к этому что блин это клёво и ты понимаешь что да я хочу вот на нем грацевать это так прикольно по крайней мере поначалу потом туда я не буду на нем грацевать но начал поначалу типа вот этого только начинаешь гонять на конаке то блин это прям это прямо но и вот и тут и бежишь я не знаю как это объяснить так вот он черный галеон и отметка в путешествие картографа это она здесь ну вот здесь не ошибаюсь стоит нпц да я не ошибся короля у пиралов джамила ну кстати она рассказывает краса картографе рассказывают свою историю о том как ее предали и так далее и рассказывает о том как она зашла в зал картографии типа и увидела на земле но на полу на этот ну карт короче карту местности горит когда у меня засиял браслет я туда на ладеру ну то есть и сама ушла и команду свою вела говорит магия не мою и пошел на все вот это вот а и молитаю у здесь кстати я тусил этих искал господи выравняюсь а отлично здесь я танцоров хопал себе и того же чем-то врачом-то носильщиком но как вы понимаете когда у тебя кучу веса тащи нескончаемый вес носильщика тебе и ни к чему вот ну там я в основном даже не носильщика самого кюзал чаще всего а юзал этого его рюкзачок там типа есть воров точек с него снимаешь и на себя надеваешь что он переносимый вес увеличивался в размерах так что очень даже удобная штука на начальных этапах очень удобная штука так ну а сейчас бежим бежим о да не туда бежим мне нужно вот сюда в центр экрана не ли не давай вот без этого бегут они уже за мной кстати коняка провод плавает вот сделали анимацию прям клевую вот вот прям вот в плане анимации сделали конечно все очень даже плава вообще кайф решил коняку вернуть на место в смысле на базу потому что чувствую по джунглям мне там будет тусить тяжко на нафиг вот и на коньяке поэтому то есть я думаю там будет перевал и так далее где нужно будет обязательно ну то есть не обязательно но удобнее будет в карабка скараб куда-нибудь и либо еще что-то поэтому решил коньяку оставить дома ну блин как же кайфово на не гонять прям вообще и кстати до домашних тоже можно сбить есть разогнался и свой бой назвал т.п. у них не отнимается ну по крайней мере у меня вроде бы в настройках стоит что хопа не отнимается но можно сбивать обязательно так нормально единственное главное не заводить это вот так перекатить следовать да можно залезть на на скалу он сам ты пахнется но типа пока ты забираешься на скалу его могут нанести по нему урон вот еще один звук такой появляется давно у каждого есть но плохо слышно ну во первых плохо слышно из-за того что играет музыка у меня на фоне во вторых они сами такие звуки тихие вот так что на погнали пешочком кстати в плане еды я решил проблему так что вяльное мясо то есть вот эти мясные обрезки я переел уверенно мясо и это удобно она портится долго ну вот я участвовал и она кого-то это два часа портится то есть полчаса долго портится долго и что самое главное гиду исполняет вполне неплохо то есть вяленое мясо прямо сам идеально а учитывая что мясных мясных обрезков появляется очень много то вообще прям проблем с этим нету так бежим 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 на серия немножко похудела затянется как обычно много болтовни и так далее прям аж это я по-другому что могу вот и место кстати на удивление из каких-то ярких моментов оказались только здесь из-за чего не включился по пути даже сам от себя удивляюсь но по факту там по пути встретил поселение здесь пару этих был кису и все по сути а вот самая активность конечно встретить пустыньника в джунглях это конечно прикольно но кстати что хотелось бы сказать во первых благодаря тому что сам пытаюсь запомнить что добывай хитиновых киркой это что мне писали в комментариях тоже немало сработало у меня память такая работает что я визуально лучше запоминаю то есть если я прочел то я это лучше запоминаю нежели так пытаться запомнить и да я теперь и хорда бываю уже лучше так обелиск мы привязали отлично теперь у нас верхний ярус а теперь нужно тусить нужно тусить нужно тусить вот сюда то есть вот это вот в центре экрана вы видите то место куда нужно сейчас тусить через воду и так далее в общем далеко что не мало важно какая огромная змейка самое что удобно в этих змейках подходить к ним со спины они тебя не видят им пофигу очень много пауков в чем-то хорошо в чем-то отвратительно не люблю я пауков в жизни меня прям реально к ним отвращение отвращение через страх я бы даже так сказал хотя казалось бы но не отвратительные может из-за этого я их как-то вот у меня был вызывается как-то даже не страха больше отвращение желание по-быстрому убить отвратительно и паутина отвратительно но вот такой человек чё поделаешь горилла тут прикольно прикольно то что нижний ярус прикольно то что здесь может быть детеныш горилла вот чуть прикольно не менее менее давайте вот без вот этого ой альфа горилла я тиша пассатиша так то вас точно через это через скотника добывать я не знаю зачем дети наш горилла вот ты прям настырный так вот хочешь помереть среда шкура топором не добывается зато добывается кости ой ты серьезно ну давай да уж что поделаешь дико природа прикольно просто среди это стоит маленькое поселение здесь маркус флибустьер боец конечно это прикольно но блин где домой и теня фото поэтому флибустьер сорян как-нибудь в другой раз и еще вот чем победу и здесь побегал и подумал я задумался а точно было дети наши горилл вот прям вот это вот мысль меня посетил и с этими мыслями я пошел дальше сколько демонов это я чё-то не то взял аликзата взрывается главное аккуратнее быть здесь с этими уродцами это король демонов было есть не ошибаюсь а клёк так как их разбирать блин я не помню или тоже киркой нет скорняка у них должен быть взрывающаяся это или обязательно каким-нибудь топором или только киркой обязательно давать интересно но кровь демона это понятное дело ё-моё вот наверное все таки вот в этом как минимум конкретные инструменты это хорошо я не помню как взрывал этот порошок или как он там называется добывать без ладно бежим дальше а вот уже настоящие разрушенные корабли пошли не вот тот типа корабль в пустыне а уже настоящий разрушенные корабли пошли где-то вот туда дальше на берегу да вот здесь что здесь уже прям настоящие корабли будут уже даже кстати вот их вроде бы на карте видно то есть вот на разрушенные корабли в общем там тоже нужно будет тусить немало интересно где у нас шельха находится да тоже надо будет посмотреть на вики почему же выполнить создание от картографа и все интересно счета я не помню вот этого входа здесь вот прям реально этого входа здесь не помню я знаю через верх как-то куда-то забирался а вот этого я прохода даже не помню светящийся кажется хе-хе-хе о носильщик я реально этого не помню прикольно да ладно тебе че тут от начинаешь то то есть реально нахожусь под ну ладно здесь мне пока делать нечего я вообще-то не за этим пришел уеду че только не лутая по пути вот прям реально че только не лутая о естественно обучение это я крокодилов завалил он лотосы там пурпурный лотос осенки то все-таки собираются хорошо вот хочу хотел об чем медали камень ветки но это нормальный ресурс от хотя бы не карты то нашел шельха сепер меру найти сепер мера о забыл это все вот это забытый город шельха нифига себе а это это вот то надо будет сходить кстати у меня такое ощущение что появилось такое ощущение что вот то картограф путешествие картограф вот это вот путешествие картограф мы ходим там то есть недалеко от места где обелиск стоит вулкан асгард гибельные курганы здесь вот у нас где-то обелиск где обелиск отстоял то есть где-то все по пути недалеко интересно но в целом удал путешествуешь поэтому да уж суши я не думал что вот это вот что ты как ты не задумал что вот это вот так всего это город прикольно зато выполнил ачивка по пути классно сюда специально потом за ней не идти отлично а поднявшись наверх мы уже находим острова но теперь-то ты уже настоящий ягуар а не пантера с припиской ягуар как вы просто решили рискин сделать но не переименовывать почему-то но я не думаю что у американцев пантеры и ягуары это одно и то же просто разная расцветка отлично все обелиски привязаны к руке это очень даже здорово теперь мой картограф у добрый вечер полностью будет работать как положено ну смысле я теперь смогу перемещаться туда куда мне нужно и это будет намного быстрее вот только назад возвращаться а назад возвращаться пешком без вариантов ну да я что-то подумал и можно конечно для скорости установить себе какой есть и фон такой есть мод на какой-нибудь сетхом интересно да уж на серверах это удобнее там у них у всех есть сетхом но модовые сервера имею ввиду а а тут были надо что-то придумывать слышь наверно надо будет посмотреть сейчас только вот поковыряю здесь ничего не найду и пойду до дома блин было бы удобно установить сетхом кстати а как это место называется глаз догона в общем в целом туда каждое место где стоит обелиск ну да обелиск он как-то до обозначается да еще бы его помнил как как чё где где они находятся я бы хотя бы сам бы обозначал бы их было бы хорошо ну ладно самое главное что самое главное то что все все близки пройдены и не прошло 10 серий как говорится надо будет поставить сетхом посмотреть мод на сетхом ну и что на этом я уже с вами буду пожалуй прощаться вот эти вот из-за этого я не хочу все-таки жить нигде кроме пустыни до вон и сраной дождь то был сраная молния и она очень долго это все гремит пердит и так далее весит ужас просто как ну а на этом я уже с вами буду пожалуй подчатка всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться канал ставить лайк и комментируем и конечно делиться моим видео со своими друзьями на этом все всем удачи всем счастливого добра всем пока